МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! На нашем канале продолжается фильм Владимира Ходиненко «Бесы». И сегодня в главной роли Мария Шалаева, она же Мария Тимофеевна Лебяткина. Добрый вечер, Маша. Очень рад вас видеть. Я вас очень рада видеть. И поздравляю с премьерой. Кстати, о премьере. Вот на премьере фильма, где была вся съемочная группа, ну и, конечно, группа поддержки в лице ближайших родственников, ваша матушка, мне кажется, была глубоко потрясена. Она не узнала дочь на экране? Или если узнала, то не поняла, что такое вообще может быть с дочерью? А вы себя узнали? Я себя прекрасно, да. Я себя прекрасно узнаю, ужасно критикую. Но этот момент, когда ты смотришь, то, что ты сделал... То есть у меня даже... Я когда вышла, мама говорит, ну как? Я говорю, ты знаешь, я даже, по-моему, за сюжетом не смогла следить. То есть мне кажется, так я как села, так же я вышла, встала, и я не в состоянии, честно говоря, оценить хорошо, плохо. Для артистов старой школы, вот скажем, в начале 20 века в Московском художественном театре, когда шел спектакль по Достоевскому, дежурили кареты скорой помощи с специально вызванными психиатрами. Потому что артисты порой не могли выпрыгнуть из роли, ну, я говорю здесь без ерничества, на самом деле. Серьезно? Погружались, зазернялись, что им было не выйти. Получается, и вам совсем, казалось бы, другая история, но для того, чтобы привыкнуть к себе, не быть слишком очарованный или слишком разочарованный после фильма, съемок фильма, вам нужно, чтобы пауза проходила большая? Да, ну, большая пауза, да. Тогда я как бы абстрагируюсь, уже отодвигается материал, но я не могу адекватно оценить. То есть я вот посмотрела, я не могу сказать. То есть я могу сказать все свои ошибки, но оценить, что это вообще как-то куда-то годится или нет, я правда не могу. Я уверю Владимиру Ивановичу в этом случае, если меня хвалят, я очень радуюсь. Спасибо большое. А из Хромоножки, так ее называют, вокруг, в этом городе Икс, герои бесов, вот из Хромоножки вам легко было выходить? Вот говорили «стоп», да, «снято», и все, и тут же Маша. Ну, бывают очень разные ситуации. Бывает, что у меня вот такой повтор немножко с русалкой. Русалка, у меня как психологически такое насилие было над собой. То есть такое ощущение, что это очень тяжелая работа. Такое с Хромоножкой тоже немножко было, что я под конец от нее сильно устала, хотя мы снимали с конца, как бы, в начало. Что еще сложнее, по идее? Ну, в этом случае, как-то, мне кажется, наоборот, оказалось правильно, потому что тогда то, что я делала там финал, да, это самая важная сцена, я уже так как-то подгоняла все под это дело. Ну, честно говоря, такая у меня усталость была. Ну, Достоевский еще, я ошиблась, слава богу, у меня был предыдущий опыт, когда я участвовала в «Братьях Карамазово». Лиза Фатолокова. Да, и я помню это состояние, потому что я привыкла, я текст очень быстро осваиваю, и я так особенно не то чтобы готовилась, но я прочитала «Братья Карамазово», там что-то такое. Я себе придумала одну единственную вещь, которую я, как бы, использовала. Это то, что она ей 14 лет, и она, собственно говоря, у нее нет таких рамок, как у взрослых. Там так-то, так-то. То есть она человек, абсолютно ребенок. Природный. Природный, да. И как бы у меня такая была идея такая. А здесь, конечно, я поняла, что я не освою так быстро текст, поэтому мне пришлось очень долго с ним просто... Он у меня крутился, 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 а мозг, он же, ну, устает просто. В какой-то момент он начал просто мне сниться, сниться-то идешь, у тебя там какие-то... И в результате, по-моему, вот в этой финальной сцене я учила по книжке, а сценарий, ну, я прочитала, но не помнила, что точно. Я лепила там, по-моему, все подряд. То есть вы лепили Федора Михайловича, а не Наталья Назарова с Владимиром Ивановичем. Ну, получилось, но Владимир Иванович как-то не, в общем, не стал обращать на это внимание, но я помню, что у меня там попадалась еще и куча фраз из романа. А вообще Достоевский, это ваш автор? Ну, для меня, да. Достоевский для меня удовольствие, конечно. Абсолютно. И бесы я в восторге. Я прошла пробы, то есть до съемок практически год прошел, и я все это время как-то перечитывала. Ну, у меня есть любимый персонаж в этом романе. Я прочитала кучу литературы. Неужели Ставрогин? Не. Гадайте. Ну, как вы думаете? У меня есть персонаж, который, если бы я была мужчиной, я бы очень хотела сыграть именно его. Ну, я не знаю, Шатов, Кириллов. Кириллов. Кириллов? Гадали, да. Да. И чудесный. Я посмотрела на премьере, чудесный парень Кириллов. Роскошный. Просто изумительный. Но это, понимаете, это не играется. Это как бы природа. Вот такой светлый человек. Актер еще оказался прекрасный. Ну, вот смотрите. Хатиненко Владимир Иванович, он придумал для, скажем, Ставрогина вот этих вот бабочек. Да? Вот эту вот энтомологическую его увлеченность. Для Шагина Верховенского он придумал перчатки. Он ничего не делает открытыми руками. У него все закрыто. Такая вот ручная маска такая. Да, я брюс. А, казалось бы, у Достоевского с Лебяткиной, с вашей героиней, все прописано. Ну, самая яркая деталь. Она хромает. Или что-то еще вы в ней нашли? То, что вам лично помогало очень сильно? Я на самом деле замучилась. Я звонила Владимиру Ивановичу, назначала ему встречи. Во-первых, показывала ему 550 тысяч вариантов походки. И сначала у меня все время хромой солдат получался. Пока я действительно не увидела это вот когда-то, на какую-то тему думаешь. Действительно, женщина, которая хромает, она хромала так от таза. Я побежала, на нее долго смотрела. В общем, украла. Да, вопрос состоял в том, что вот с этим сумасшествием, да. Я зацепилась за то, что вот эти вот, то, что она читает рыцарские романы. То есть она все равно, я думала, делать больше ребенка, который, ну, как бы по-детски, да, буквально. О, стул, о, потолок. Но все-таки она, для нее самая важная тема этих последних лет, то, что она жена. То есть она женщина. Вот. И мне кажется, что я это как-то, ну, я не знаю, что получилось, но для меня все-таки это было основное, то, что это женщина, которая вышла замуж, и которую бросили. И что у нее тяжелая судьба. А в сумасшествии, ну, вот как-то вот так мы сделали. Можно было как-то прибрать. Ну, вот если бы у вас была творческая встреча со зрителями, у вас наверняка будут такие встречи в будущем, но конкретно по фильму «Бесы». На что бы вы аудитории посоветовали обратить внимание? Я бы посоветовала бы зрителям обязательно обратить внимание на роль Тихона и на Юрия Погребничка, конечно. Исполнителя роли Тихона. Да, исполнителя роли Тихона. Ну, это самый интересный персонаж, во-первых, в романе, вот, а во-вторых, это самая интересная работа. Да я еще напомню, что во времена Достоевского цензура убрала этот персонаж. Тут даже не советская власть, а еще и при царе косаре. Да вы помните, как там это все... Я прочитала критику от того, как вышел роман и до сегодняшних дней, что, значит, когда либералы, значит, вот его просто поливали так... Поливали и справа, и слева, да. Просто, представляете, это мы сейчас, наши вообще лучшие писатели, а тогда вот тут ситуация. Я написала роман, вот вышел и читаю, значит, критику, в общем, вообще, что написал. И потом советская критика. Они все использовали на то, что он был против либерализма, против... Самый тенденциозный роман Федора Михайловича, идея которого или цель которого – очернить освободительное движение рабочих масс. Вот я даже это запомнил. Меня это тоже, знаете, так взволновало. Взволновало, да. Так что, да, это интересно. А вот такая деталь. А что волновало звукорежиссера? Почему это он к вам придирался на площадке? Что ему мешало в вашем случае? Придирался ко мне? Да, прям сетывал, говорит, мешаете работать, понимаете, Маше. Ну что, я ничего не могу плохого сказать про своего звукорежиссера. Нет, просто он сказал, что какие-то посторонние шумы. А, это про биение сердца, да. Ко мне звукорежиссер подходил сюда и говорил, у тебя так бьется сердце. Так слышно. Я говорю, ну да, это я волнуюсь. Он говорит, вообще все. Ну, у нас звукорежиссер прекрасен. Вы меня очень по-хорошему удивили. Буквально сняли вопрос с УСТа, потому что ваши коллеги по фильму, я с ними пообщался еще и в Клуарах, и Антон Шагин, и Максим Матвеев, они, конечно, просто перелопатили всю литературу. Вы что, сговорились? Или это такое абсолютно нормальное актерское желание, подход просто профессиональный? Ну, это конечно. Нет, во-первых, это интересно. Просто в какой-то момент начинаешь интересоваться, что за история, откуда он взял. Потом ты открываешь роман и понимаешь, это политический памфлет. Вообще-то, собственно говоря, так его заглавил Достоевский. Потом было интересно, а что он писал про своих этих героев. Про Хромоножку, правда, у него всего две фразы. Вроде того, что ох уж это мне Хромоножка, это штучка будет. Как-то он очень так ее определенно охарактеризовал. И потом начинаешь, 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 думаешь, а вот это что? Ну, просто сам в романе там не все же понятно. И начинаешь там то-то, то-то крутить, крутить, читать. Интересно, а что сказали эти? И начинаешь просто погружаться во время и думаешь, вот, вот история, да, вот этот Нечаев. То есть он взял реальную историю, он писал другой роман совершенно. Он писал другой роман, и вдруг это событие как-то его очень поразило. Убийство студента Ивалова. Да, ну, а, собственно говоря, вся история, которая произошла за последние сто лет, это просто, ну, просто поразительно, как человек, он уже все это написал. Еще даже до террора, еще до социал-революционеров еще даже было далеко. Вот вы рассказываете, я вижу, что прекрасно понимаю, что именно на таких ролях формируются личности. Уж извините за пафос, но вот взрослеет актер и набирается такой настоящей профессии. Настоящей профессии. Ну, вы знаете, я вам вот что скажу. Я столько прочитала, что в какой-то момент Владимир Иванович испугался, потому что я ему столько информации выдавала, а это, на самом деле, со всеми... Гири уже, да? Это гири, да, потому что в какой-то момент надо же сгружать, а есть, да, то есть ты такой начитанный, и все тебе говорят, ну, ничего себе, ты столько знаешь про Достоевского. Ну, я думаю, да, мои учителя просто... Ну, давайте сбросим гирю. Скажите, а что с театром? С театром? С театром, ну, готовлюсь к дебюту, можно сказать. Я просто нашим зрителям напомню, у вас киноинститут и театральный мастер. То есть в киноинституте вам преподавал... Да, театральный мастер. Ну, пусть не обидится Иосиф Леонидович... Рехельгаус. Да, Рехельгаус. Но для меня таким вообще педагогом, который, мне кажется, дал мне прям по максимуму, это все-таки Виктор Шамиров. Виктор Шамиров, он просто блестящий педагог, блестящий актер, блестящий режиссер. И вот все, чем я пользуюсь, это все-таки он. Он все время как-то там шаманил все про какие-то вещи очень важные. Ну и до чего до шаманили? Что сейчас за дебют такой? До шаманили до того, что самая лучшая актриса театральная, которую я знаю, одна из лучших, моих любимых, на которую я 10 лет ходила смотреть и не была с ней знакома, нас свела судьба на какой-то короткометражке моей подруги вообще-то, где мы сыграли две маленькие женские роли, подружились и решили, что вообще нам как бы нужно что-то обязательно делать. И Оля мне сделала предложение. Это актриса из театра «Около дома Станиславского». Да, но она еще дебютировала в прошлом году как режиссер. Она сделала по коллеге изумительный спектакль. Так фамилию, пожалуйста, озвучи. Ольга Бешуля, да, кроме того, что она прима театра «Около Станиславского», она еще дебютировала со своим спектаклем в прошлом году по «Коляде». Изумительный, точный, безупречный спектакль. И теперь вот что, мечта просто. Вот мы с ней на двоих репетируем пьесу французскую. Вот мы с вами поговорили. Я прекрасно знаю, что зритель теперь с особым вниманием будет смотреть на все актерские работы, с вашей подачей, конечно, на роль Тихона, но и, конечно, теперь с особым пристрастием на роль Хромоножки. Желаю вам успеха, чтобы все было хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Я бы еще для дедушки давайте что-нибудь запишем. Так вот просто воздушно поцелуй дедушке. Да, дедушке. Нет, мой дедушка, он просто ждет. Он с самого начала мне сказал, я говорю, ну, я не знаю, дедуля. Он говорит, ты не понимаешь. Это самое важное кинособытие этого года будет. Потому что этот роман невероятно актуален. Ему 89 лет. Дедушке роману чуть побольше. Да, ему дедушке 89 лет, и он знает, что он говорит. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо дедушке за внучку. Смотрим «Бесы» на канале «Культура». Мария Шалаева в главной роли. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова